Итак, дорогие ученики, продолжаем работу ног сзади, сет номер четыре, работаем с голенью. Для этого мы припринимаем ногу вертикально и встаем, переходим меняем тело, положение прямо по оси вашего тела, чтобы максимально удобно вам было работать с этой ногой. Я даже, видите, немножко пошире ноги поставил, чтобы пониже быть. Масло мы растирали, в принципе, уже поголели, но если его не хватило, можно излишки масла взять, вот такой лайфхак для вас, со стопы и растереть его здесь, вот в этой поверхности. Работаем с ногами нежно, представьте, что это у вас инструмент, саксофон, например, вот он похож, по форме примерно. Тут у него нотки находятся, которые нажимаются, мы сейчас на них будем нажимать, такой прием прищепка называется, когда мы ткани между силой сжимаем большой пальцем против всех остальных пальцев и тканями между ними, так вот сильно прижимаем, вот так. Демонстрирую. Как желательно делать сверху вниз. Уберцовая кость у нас расположена немножко развернута вот туда, по циркуляции, да, поэтому вот с этой стороны вот так подходим. Отжимаем, стараемся как бы мясо отодрать от костей. Два-три прохода сделали, поджимали на эти нотки. Косточки обошли вот эти вокруг лодыжки с двух сторон, плавно, вводя эти руки, можно с вибрацией, с таким движением вниз. Захватили место, где пятка соединяется со всей стопой, да, вот тут есть аккупатурные точки с обеих сторон, такой скобой мы сжали, а другой рукой скобой мы сжали, ну, вернее положили на перепонку между большим указательным пальцем. Загиб стопы, вот это место, где она пленится, да, и прорабатываем энергично, быстро, вот так вот, здесь, а тут вот здесь. Это тоже аккупатурная зона, так называемая, которая отвечает за половую сферу человека. Потом переходим, перехватываем сразу второй рукой на стопу. Захватываем как ракетку примерно теннисную для пинг-понга, маленький теннис. Знаете, когда мы ее хватаем, мы большим пальцем держим ракетку саму, так вот тут мы ее хватаем за стопу, а большим пальцем придерживаем пятку, вот. Этой рукой держим за щеколотку и раскручиваем ногу достаточно быстро, минуслично в обе стороны. Потом руку переводим, отделяя стопу от вот этих косточек, да, от косточек лодыжки. Как бы мы рукой разделили, а вращение продолжаем дальше делать. Перехватываем руку за пятку, а эту руку только за стопу. И отдельно пятку от стопы вот так вот вращаем. Потом перехватываем эту руку за кости большого пальца, вот эти, да, как бы стопа у нас уже вот так делится, а эту вот за эту часть. И продолжаем раскручивать, сползает нашу руку на большой палец, и мы его вытягиваем, вот в такое колечко вот, одеваем пальцы и вытягиваем. И так вот теперь можно каждый пальчик обработать. Вот это приятно, да, так пальцы растягиваете. Приятно? Да, это масса удовольствия. Да, это относится к эротическому массажу, да, их можно аккуратненько вот так вот размять, промассировать, достаточно нежно провести. Вот такие линии, продольные, по всем косточкам пальцев. Вот, и переходим на вот эту сторону пальцев с этой стороны, разминая их, и между ними вот эти вот перепоночки, вот мы их разминаем. И легонечко, мягко, на сами пальчики чуть-чуть надавливаем, получается вот такие вот функциональные блоки снимаются, они вот похрустывают. Переходим дальше, массируем стопу с верхней поверхностью, ну, вверх для человека, как он ходит, вот эта сторона, наружно, так скажем, да. При этом, следующее прием, хватаем за две половинки, тоже визуально разделяем полам стопу, и стараемся большими пальцами, все ладони растягиваем в сторону, да, а большими пальцами помогаем разойтись всем косточкам. И между этими пальцами мы разводим их в сторону, вот так вот. Дальше будет следовать у нас прием мануальный такой, когда мы захватили вот так же, да, и теперь разворачиваем стопу вот во внутреннюю сторону человека. Теперь в обратную сторону захватили плотнее еще и разворачиваем в эту сторону, вот. Был слышно хруст, да, тоже сняли функциональные блоки, но вот уже с этой стороны. Что у нас получилось? Сняли вот так блоки, да, теперь, если вы с пальцами не хватило хруст, да, вы можете достаточно жестко их брать вот так, да, и заворачивать туда. Ну, смотрите по реакции человека. Если в первый раз приходят, он к вам, да, достаточно вот то, что вы вот тут нажали. Если человек достаточно, ну, там, крепкий, жесткий, да, закостеневший, да, то ему прямо вот нужно резко вот так раз эти пальцы туда, выбираем ногу. Относительно, видите, пятку мы сжимаем, а стопу распрямляем, как бы, а теперь сжимаем внутрь ее и пальцы растягиваем в обратную сторону. Таким образом у нас натягивается все вот здесь и эхилово сухожилие максимально растягивается. Вот тут-то мы его и поймали, тут мы его резко быстро помассируем, причем все наши движения энергетически двигаются вниз вот туда, да, а вверх я только легко поднимаю просто руку. То есть вот туда ниже, вниз, 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 вниз. Простучали всю стопу кулачком, трещоткой, ладошками. Продолжаем держать стопу этой рукой, а вот этой мы захватываем теперь пятку, получается как бы лапа леопарда, но пятку входит вот сюда, как раз такой подковкой, да. Стараемся пятку отодрать мышцы от косточки. Разворачиваем ногу и всю стопу теперь костярками пальцев, хотят сами массируем, опять же, от кончиков, от периферии к центру. Потому что лимфы и течет вот в эту сторону, вперед, вверх человека. Тут очень много акупунктурных точек, мы их подробно рассматривать не будем, но просто скажу, что вот их можно понажимать, например, вот таким квадратиком. Вот, ну, там, в каждую точку понажимаю. Тут и толстый кишечник находится, легкие там, сердце. Просто берем по квадратику, как бы по клеточкам вот так вот, да, все, понажимаю, продавили любым пальцем, в общем-то неважно. Возле подушечки, не подушечки, даже вот, вот эта вот мякость, да, там тоже вот понажимали, разведя пальчики в сторону. Еще находятся внутренние точки, вот по вот этой линии, здесь идут точки позвоночника, так что мы их тоже можем понажимать. Практически массируем позвоночник человеку. застереть, вот, и дальше такой прием, который называется, у микрофонов есть такие паутинки, на которых вешается. Такие бывают микрофоны на резиночках, так вот болтаются. Представляешь, видели, да? Вот так вот мы как бы хватаем и на своих перепонках между большим угодно и пальцем подвешиваем ногу. Подвешиваем, и вот так вот потряслили. Достаточно приятное было движение такое. Вот растрясли, покачали, видишь, видно, насколько мышцы расслаблены, может покачать за пятку. Если движение наше доходит до ягодичной мышцы, значит она полностью расслабилась. Теперь приемы такие немножко мануальные. Разжимаем мениск, зажатый в колене. Переоносим руку на голень, а этой рукой под 45 градусов, входим вот туда, в колено. И вот несколько раз так проверяем, насколько там мягко или жестко. Потом близко дергаем. Конечно, перед этим надо у человека спросить здорового ли у него колени, не удаленный мениск. Если колени здоровые, то может делать, если нет, соответственно нет. Тут же переносим ногу вот сюда, руку на середину бедра, а эту руку перекатывается у нас на так называемый экватор стопы, вот где самая высокая выступающая косточка. Вот ее держим, заворачиваем ногу к ягодице, этой рукой передерживаем пятку и вытягиваем стопу вперед. Вот так вот, до хруста, тут даже было до хруста, по-моему, в колене и вот здесь. Сняли функциональные блоки, выпрямили ногу, расслабили ее, постучав, и захватим достаточно жестко, разворачиваем стопу во внутреннюю сторону, подводя, переведя ногу к противоположенному бедру. Теперь в обратную сторону развернули ее и переводим к версту убитой кости, но насколько позволяет. Нечрезмерно тут не усердствовать. Выснули ногу и расслабили ее, растянув полностью. А теперь нам осталось заключение нашей работы с ногами. Простучать, атохидлос вхажбе и выше, прохлопать и провибрировать. Вот каждую мышцу по отдельности перевезли и сбросили энергетику. Все, работа с ногами, с задней частью ноги будем считать, что на этом закончено. Продолжение следует...